Это своеобразный островок, где можно припарковать велосипед, почитать книгу, предусмотрен интернет по радиоканалу. На фоне асфальта и бетона он выглядит уютным уголком. Проект реализован в Ростове-на-Дону. Архитектор Алексей Карачинский предложил использовать опыт в Анапе. С 1 июля в течение трех дней на базе Анапского сельскохозяйственного техникума эксперты по городской среде, а также просто неравнодушные люди, будут предлагать свои идеи. Задача не менять инфраструктуру глобально, а скорее дополнить ее полезными деталями, которые в итоге добавят комфорта гостям и жителям города-курорта. Будем это делать все в формате вот такой вот проектной сессии, то есть такое интенсивное проектирование, можно сказать, мозговой штурм. Ну там может быть какая-то солнцезащита, может быть питьевые фонтаны, может быть нестандартные элементы посадок, росписи, стен, я не знаю, все что угодно может быть. Я пока, как бы, этих объектов может быть бы огромное количество. Для начала было решено взять район сквера имени Аванесова на высоком берегу. Планируется выйти на место, поспрашивать у прохожих, чего бы им хотелось. Проекты, выработанные в ходе трехдневного марафона, представят потенциальным спонсорам, а также представителям администрации, где инициативу поддержали. Я очень положительно отношусь к этой инициативе. Если будет сотрудничество конструктивное, по-деловому, мы с удовольствием примем все их предложения, будем приглашать на рассмотрение проектов благоустройства. Я им сказала о том, чтобы они представляли нам эскизные проекты. Мы с удовольствием вместе будем выходить на место, будем проектировать, будем мечтать, решать, исполнять, выполнять, делать. Организаторы говорят, что предсказать результат мероприятия достаточно сложно, но одна из целей – найти единомышленников, проработать формат. Если он окажется удачным и принесет свои плоды в виде воплощенных идей, то проектные сессии сделают регулярными.